Вопрос десятый Что происходит с животными после смерти? Начну, наверное, с главного У всех животных есть душа Как я уже говорила в прошлых главах, она есть у всего живого, а не только у людей Но вот сознание человека и животного, безусловно, отличается Животные почти всегда находятся в настоящем моменте, здесь и сейчас Поэтому момент смерти они переживают довольно легко У них, в отличие от людей, не бывает тревожных мыслей, вроде, что меня ждет Или, а вдруг навсегда пропаду из мира Переход на другую сторону бытия для них простой и естественный Сразу после смерти сознание животных, как собственные людей, перемещается в астральное тело Понимают ли животные, что умерли? Как правило, до конца они этого не осознают Понятия жизнь-смерть для них не так уж актуальны Они просто ощущают, что изменилась их форма, и мир вокруг тоже стал другим Умершие животные чувствуют легкость и свободу перемещений, а также облегчение от физических страданий, если они были перед смертью После смерти животное первое время находится в том слое астрала, который соприкасается с нашим миром и копирует его Поэтому они могут бродить по знакомым местам и наблюдать своих сородичей или бывших хозяев Там же, кстати говоря, первое время путешествуют умершие люди, наблюдая за близкими И туда же могут попасть любители астральных выходов или астролетчики Тем не менее, в отличие от умерших людей, животные проводят гораздо меньше времени близко к земному миру Им не требуется прощаться с родственниками и переосмыслять жизнь Они просто ходят по знакомым местам, как и в жизни, не особо задумываясь над разницей в ощущениях Чем ниже уровень развития животного, тем быстрее оно удаляется от земли Примитивные животные уходят через один или несколько дней, более развитые примерно через неделю В редких случаях обычно это высокоразвитые домашние животные проходят месяц или даже больше Все это время истончается и разрушается астральное тело После того, как в нем уже невозможно существовать, сознание животного перемещается на уровень выше Куда же оно попадает? В так называемую групповую душу Групповая душа, можно сказать, аналог того света только для животных Вы можете спросить, а почему на наш людской тот свет животные не попадают? Дело в том, что у них нет ментального тела Более высокого тонкого тела по сравнению с астральным Вернее, есть, но в совсем зачаточном виде А тот свет находится на такой энергетической частоте, что попасть к него можно только в ментальном теле Поэтому животные подняться туда не могут Им ни в чем, ментальное тело не развито У них другой путь, ничуть не хуже нашего После того, как оставшийся потенциал астрального тела угаснет Животных притягивает к себе коллективный сгусток энергии или групповая душа У нее множество функций Первое, она служит своеобразным хранилищем энергии, которую вырабатывают животные определенного вида Второе, помимо этого, она еще и хранилища данных В нее переносится опыт и воспоминания о жизни отдельного животного Третье, она же и своего рода санаторий или место отдыха животных между воплощениями Групповая душа — это высокоразвитое коллективное сознание Ее уровень развития гораздо выше отдельного животного и даже человека Основная цель групповой души — впитать в себя опыт, полученный конкретным животным И дать ему новое задание или примерную судьбу на следующее воплощение Ну и, конечно же, согреть своей любовью и заботой Особенно это нужно животным, чья жизнь прошла тяжело и в страданиях А что животные видят и чувствуют, сливаясь с групповой душой и находясь в ней? В прошлых главах, где я описывала свою личную историю жизни после смерти Был момент, когда я уходила в нирвану То есть в последнем уходе с того света и сгорании ментального тела Было ощущение потери своей личности и в то же время прекрасного слияния со всем миром Как я полагаю, у животных слияние с групповой душой происходит похожим образом Такое же ощущение блаженства и расширения сознания В принципе, и в течение жизни у животных очень сильная связь со своими собратьями Стаей или стадом, да и общий эмоциональный фон они ощущают очень хорошо А после смерти эта связь становится еще сильнее В тот момент, когда животное временно вливает свое сознание в групповую душу Групповая душа принимает в себя вновь прибывшего, как любящая мать, свое дитя И в ней животное переживает именно те чувства и эмоции, которые недополучила при жизни Или другими словами удовлетворяет свои незакрытые потребности К примеру, животное, которое на протяжении жизни часто страдало от боли и дискомфорта Ощущает ласковое тепло и уют Если тяготило отсутствие любви и плохое отношение людей, то обволакивает заботой и лаской Так и проходит некоторое время, пока животное добирает недостающие за счет коллективной энергии Групповая душа одна на всех животных? Насколько я вижу и знаю, нет Она скорее одна для определенного вида И чем более высокоразвитый вид животных, тем более продвинутая у него групповая душа Чем-то она, кстати говоря, напоминает искусственный интеллект Также обучается на опыте своих подопечных, собирает их данные и развивается При этом у каждого животного, даже самого низкоразвитого, есть и своя отдельная душа Чтобы еще точнее объяснить, что такое групповая душа, приведу один пример Очень грубый, но все же Представьте себе человека в глубокой стадии гипноза Он по-прежнему личность и индивидуальность, но не в полной мере владеет собой Его воля почти целиком подчинена воле гипнотизера Ему можно внушить практически все, что угодно, потому что его сознание выполняет команды извне Примерно то же самое и у животных Поскольку у групповой души уровень развития и энергии гораздо выше То при слиянии с ней сознание отдельного животного целиком попадает под ее влияние И видит именно то, что показывает ему групповая душа Но волноваться за животных не стоит, им никто там не причинит зла и не обидит И в групповой душе они могут наилучшим образом восстановить силы и подготовиться к следующему воплощению Да, животные точно так же, как и люди, живут множество жизней и перерождаются И им также доступно развитие, постепенный переход от простейших форм к более развитым, которые идет на протяжении множества жизней И в будущем, пусть и очень далеком, они могут стать людьми Но это уже другая и очень обширная тема Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!